Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава первого послания к фессалоникийцам для библейского портала «Экзегет». Мы говорили в прошлый раз, что в первой главе Павел прежде всего хвалит фессалоникийцев, рассказывает о том, как они прекрасно себя ведут. Ну а во второй он начинает говорить о своем отношении с этой общиной. Община совсем маленькая, может быть, но она такая очень для Павла своя родная. Вы сами знаете, братья, что не зря мы приходили к вам. Прежде в Филиппах, филиппийцам тоже целое послание, и там община, пожалуй, более такая прочная, крепкая, многочисленная, богатая, которая потом поддерживает Павла. Прежде в Филиппах, как вам известно, мы перенесли страдания и унижения. Вот в Фессалонике Павел вместе с Силуаном прибыли как раз из Филиппа, где были побои и тюремное заключение. Так что вот он филиппийцам об этом причем ничего не пишет. Вот интересно, что каждое общение он пишет скорее о положительных воспоминаниях, о том светлом, что он помнит о встрече с ними. Мы перенесли страдания и унижения, но в Боге дерзнули вступить в тяжелую борьбу, обращаясь к вам с проповедью Божьего Евангелия. То есть нас там побили, нас там посадили в тюрьму. Мы пришли к вам и начали все заново. Ну, вы же знаете, мы такие люди. И это, в общем, ну не то что упрек, но это очень серьезное заявление. То есть я не просто так вам сейчас это все говорю. «Наш призыв к вам был чужд обману, нечистоте или хитрости. Какое Евангелие доверено нам Богом после испытаний? О таком и говорим, стремясь угодить не людям, но Богу, испытывающему наши сердца. Никогда мы к вам не обращались листывыми речами, как сами знаете, и корыстных побуждений у нас нет Бог-свидетель. И не ищем мы славы людской ни от вас, ни от кого другого». То есть интересно, что он говорит, смотрите, это все, что мы делаем, не для нашего удовольствия, прибыли, славы и так далее. У нас есть другие причины. У нас есть некая высшая ценность, ради которой мы все это делаем. Зачем он это говорит, мы сейчас поймем. Хотя мы могли бы держаться с важностью, как Христовы апостолы, но мы были среди вас младенцами. То есть кто такой младенец? Человек, который полностью зависит от взрослых. Вот так мы пришли, говорит Павел, и отдали себя в ваши руки. И вместе с тем младенцами были и филиппийцы по отношению к нему. Как кормили цели леют своих младенцев, так и мы рады были вручить вам по горячей привязанности не только Евангелие, но и собственные души. Вот как мы вас полюбили. Зачем он так им это все напоминает? А потому что там есть проблемы. И он хочет сказать, я это буду вам говорить не как некий авторитетный вождь, а как человек, который близко вас знает и любит, который для вас многое сделал. Вы же помните, братья, как мы трудились, как старались. Денно и ночно мы работали, лишь бы ничем не отяготить кого-то из вас, а при этом возвещали вам Евангелие Божие. Речь идет о том, что они зарабатывали, что они собственным трудом зарабатывали на жизнь, не требуя от фессалоникийцев, простите, содержания. «Свидетели и вы, и Бог, что мы с вами, верующими, и вели себя благочестивы, праведны и безупречны. Как сами знаете, мы, словно отец своих детей, каждого из вас по отдельности призывали с уговорами и свидетельствами поступать достойно Божьего призвания. А призвал он вас в свое царство разделить его славу». Вот отец Бог, и Павел, как отец своих детей, тоже фессалоникийцев опекает, может быть, где-то строго, но всегда с любовью. И вот, собственно, принцип духовного отцовства, да, что это не начальствование, но это личное семейное отношение. Вот за что мы постоянно благодарим Бога. Вы, выслушав от нас Слово Божье, приняли его не как человеческое, но как Слово Божье, оно поистине таково, и оно действует в вас, верующих. Так, братья, вы стали подражать церквам Божьим, которые есть у Христа Иисуса в Иудее. Вы претерпели от своих соплеменников те же гонения, какие они претерпели от иудеев. Вот уже абсолютно конкретная история гонений. Пожалуй, нигде, как в этом месте в Новом Завете, так напрямую не рассказано о том, что христиане подвергались определенным гонениям, причем фессалоникийцы, они не иудеи, они эллины, но греко-язычные представители разных народов, и, соответственно, их соплеменники, язычники, их гонят точно так же, как иудейские церкви терпят это от местных иудеев. Дальше очень жесткие слова. «Они убили и Господа Иисуса, и пророков, а нас они преследовали. Богу они не угодны и всем людям враждебны, и нам они препятствуют проповедовать язычникам возможность спасения». Так они постоянно восполняют меру своих грехов, и гнев Божий постиг их окончательно. Можно спросить, как же это соотносится с тем, что мы читали у тех же Колоссин, «Нет, не эллина, не иудея, но все и во всем Христос». А вот дело в том, что здесь как раз отношением к Евангелию, ко Христу, к церкви определяется место, которое занимает та или иная группа людей в картине «Мира для Павла». Вот они гонят христиан, продолжая тем самым то, что совершилось, когда был Христос распят, и они попадают под это осуждение от Бога не в силу их происхождения, не в силу их принадлежности религиозной, а в силу их сознательного выбора, их действия. «А мы, братья, расстались на некоторое время, не лицом к лицу, но сердцем мы с вами, и очень стараемся приблизить столь желанную личную встречу. Собирались мы прийти к вам, я, Павел, и один и другой раз, но воспрепятствовал нам сатана». Вот кто здесь имеется в виду под сатаной? Злой ли дух или кто-то конкретный противник? Вообще-то еврейское слово «сатан» означает просто противник. Те, кто не дали Павлу прийти снова в Фессалоники, снова пообщаться, наверное, и то, и другое может быть в равной степени здесь иметься в виду. Но снова и снова вот он описывает, как это для него дорого, близко и важно. «Кто же для нас надежда, радость и похвальный венец пред Господом нашим Иисусом Христом в день его предшествия, если не вы? Да, вы и слава наша, и наша радость». То есть то, что происходит с общиной в Фессалониках, это предмет гордости, радости для Павла и венец, то есть та награда, которую он может получить от Бога, поскольку он, собственно, и есть основатель этой общины, поскольку все, что происходит с фессалоникийцами, происходит после его миссионерской встречи с ними. Но в третьей главе он продолжит тему вот этих личных отношений, но уже с ноткой тревоги и грусти за происходящее в Фессалониках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok